Ты любишь шоколад? Да! Потому что он сладкий! Потому что он вкусный! Сегодня праздник сладкоежек. Любители вкусных штучек отмечают Международный день шоколада. Наверное, это самая распространенная и самая любимая сладость. Согласно исследованиям, шоколад полезен, снижает уровень холестерина и повышает настроение. Чувствовали уже эффект шоколада? Ну как его почувствуешь? Сладкий вкус, сладость. Детям радость. Однако есть и те, кто его не любит. Нет, не люблю. А почему? Говорят, вредно. А чем вреден шоколад? Ну, кругом химия. Ароматизаторы и прочее. Сейчас шоколад, сделанный по ГУСТу, почти не найти. В основном на упаковке написано ТУ – технические условия. Значит, производитель может менять оригинальную рецептуру, использовать ароматизаторы и прочие добавки. А настоящий шоколад нужно отличать от сладких плиток. В его составе обязательно должны быть натуральные ингредиенты. Обычный, там, по-моему, от 36 до 60. Горький шоколад – это свыше 55% содержания какао-масла. Белый шоколад, он отличается тем, что это такой же шоколад, просто там не добавлен какао-порошок. И горький шоколад – это уже до 90%. Да и при выборе сладости нужно обращать внимание на условия хранения. Шоколад не выносит жары и прямого попадания солнечных лучей. Ему по душе умеренная влажность и температура не выше 18 градусов. А вот в плане ассортимента можно и растеряться. Существует множество видов этого лакомства. А еще в Первоуральске можно найти бельгийский шоколад ручной работы. На прилавке узорные плитки из классического белого и молочного шоколада. А еще с имбирем, клубникой, миндалем и даже с перцем. Сначала, когда ешь, он горький шоколад, обычный горький шоколад, кажется. А потом терпкость такая вот, перчинка идет. Этот шоколад чаще покупают в подарок, он может храниться полгода. А это еще один вид сладости. Его можно сделать самим, в домашних условиях. Горячий шоколад. Это шоколад, который разводится в теплом молоке. При маленьких пузырьках помешивается, и он густеет. И таким образом вы своими руками получаете натуральный шоколад. А еще можно лакомиться и несъедобным шоколадом. Вкусную процедуру для тела предлагают в салонах красоты. Здесь делают шоколадное обертывание. Можно расслабиться и полностью погружаться в сладкую негу. Эта процедура очень хорошо помогает при стрессе и напряжении. Так как какао-бубы являются таким растением, которое полностью восполняет запас энергии в организме. Оно восстанавливает гидролепидную мантию кожи. Борется с преждевременным старением. Оно питает, шоколад питает, увлажняет кожу. Обладает антицеллюлитным действием, обладает лимфодренажным действием. И еще придает коже аромат и легкий оттенок загара. Эта процедура полезна в любое время года и для любой кожи. А теперь пациента заматывают теплым пледом и оставляют минут на 20. Буквально тает от удовольствия. Так что сладкоежкам можно и за фигуру не переживать, и себе ни в чем не отказывать. А иногда можно позволить себе и маленькие радости. Особенно в такой праздник, в День шоколада.